Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юля Руфлорида. С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор в Центральной Флориде, точнее город Орландо и пригороды. Сегодня мы снова находимся на мероприятии, которые называются парад домов. Мы уже снимали несколько интересных объектов. Вот сейчас у нас третий объект будет сегодня представлен. Парад домов, я снова быстро объясню, что это такое. Это когда архитекторы, строители, дизайнеры интерьеров, кто строит, например, кухни или делает ремоделинг, полностью ремонт дома, они выставляют свои интересные объекты для публики, чтобы люди могли прийти. Это как open house. И сегодня мы находимся в Винтерпарке. Этот дом находится прямо в сердце Винтерпарка. Это дорогущий фешенебельный район. Буквально от этого дома можно пройти пешком до даунтаун Винтерпарка, до всех ресторанов, магазинов. Здесь меньше мили, где-то 0,8 миль до центра города. Это очень спокойный район, больших трасс вокруг дома нет, только вот эта улочка, которая подъезд к дому. А так очень приватная улочка, мимо ничего просто так не проезжает, то есть здесь нет никаких соединений больших дорог, то есть по этой улице ездят только те, кто живет на этой улице. Я вам расскажу быстро про историю этого дома. Я ее нашла в нашей риэлторовской базе. В 2021 году здесь стоял небольшой домик, всего три спальни, две с половиной ванной. Очень небольшой домик. И его купил тот человек, который сейчас построил этот дом, это застройщик. И он купил под себя, под свою семью эту землю. Он купил за 725 тысяч тот старый дом. Он его снес и поставил новый, красивый, в стиле средиземноморском. Вот такой интересный проект. Мы с вами его пройдем, посмотрим. Уже современный дом, я вам скажу по цифрам. Здесь четыре спальни, четыре ванных. Мы еще не знаем много информации об этом доме, потому что его не было в базе. То есть, что мы смогли найти в онлайн, то мы и нашли. Размер этого дома 4071 квадратный фут, что в переводе на метраж 380 метров квадратных. Цена у них показана за этот дом 2 миллиона 250 тысяч. Я сейчас поговорила с застройщиком. Он сказал, что эта цена уже нереальная, неактуальная. Потому что эта цена была именно на тот момент, когда дом был построен. Он назвал такую сумму, как можно сразу четко брать 500 долларов за квадратный фут. Что я так быстренько просчитала, это приблизительно 2 миллиона. 2 с небольшим. Только построить конструкцию, это без земли. С землей здесь понятно. Он потратил 725 тысяч, чтобы купить землю. Ну, с тем домиком, который там стоял. Потом его снес. Если вы купите землю в другом месте, подешевле, ради бога. Просто сама цена вот такого дома, конструкции, которую можно поставить на любую землю, такой объект около 2 миллионов долларов. Что? Не слабо. Ну что, пройдем, посмотрим. На самом деле мы очень быстро заглянули. С Юлей очень интересный проект. Я таких еще пока не видела. Давайте посмотрим. Извиняемся сразу. Внутри будет очень много людей. Очень много людей. Да, но, к сожалению, никак по-другому мы этот дом снять не можем. Здесь, кстати, внутренний дворик такой при входе. Как такой дворец небольшой. Сразу с дворика мы попадаем во внутренний двор. Красота. Юль, ты пока сними, я сниму свою обувь. Да, тут можно не показывать. Тут бахилы вообще-то надо одевать. Либо босиком ходить. Вот это гостевой домик. Мы вам его покажем позже. Посмотрите, как много людей вокруг. Все хотят просто поглазеть. Не обязательно купить. Мы сразу не могли понять, где здесь главный вход оказалась, вот эта дверь. Честно говоря, планировка дома очень необычная. Мы, когда заглядывали, мы немножко заблудились. Знаешь, что похоже на замок? То есть он вокруг, как крепость. Мне кажется, это даже немножко как гостиничного типа. Да, да, да. В общем, мы не определились. Да, интересно. Вот вы заходите прямо в главный вход, главная дверь. Вы попадаете вот в такое помещение. И здесь это не кухня. Это барная стойка. Да, это бар. Кухня у нас где-то там в глубине. Давай начнем с этой стороны, да, с какой-то, с одной. Да, давайте, наверное, начнем, значит, от входа направо будет спальня. Так, здесь у нас половинка, правильно? Половинка ванной, да. Туалета. Сейчас мы пропустим людей. Очень много, очень много людей. Да, очень много людей. Так, а что здесь? Вот эти... Ага, здесь кладовочка и кондиционер. Здесь такие двери, знаешь, очень красивые, кстати, двери. Они как все выглядят, как потайные. Да, здесь кладовочка с кондиционером. Ну, такая вот барная помещение. Здесь они оборудовали комнату под офис, но это спальня, одна из спален. Есть кладовочка гардеробная и есть ванная комната. То есть, в принципе, это и называется спальня, потому что здесь есть ванная. Это спальня. Ну, застройщик и владелец, он под себя строил этот дом. Ну да, как захотел, так и захотел. Ну да, ему, видимо, не нужно несколько спален. О, вот кладовочка. Она же гардеробная. Поэтому, да, он оборудовал эту комнату под свой офис. Да. Он так решил, он так захотел. О, раковина красивая. Здесь даже огорожено все как в музее. То есть, не заходить за ограждение. Эта вся мебель, она используется. Видимо, владелец не очень хотел, чтобы народ топтался. Ну да, ну, людей много, действительно. То есть, это, видимо, я бы сказала, это комната для приема гостей, что ли. Приемная. Приемная, да. На гостиную, на семейную гостиную. Это не очень похоже. Это больше такая официальная комната. Картинная галерея. Картинная галерея, да. Стиль такой арт-деко. Интересно, какой. Человечек. Человечек, да. Здесь у нас столовая. Потолок очень интересный, да. Потолок высокий, действительно высокий потолок. Ну, дом одноэтажный может позволить себе такой высокий потолок. Так, здесь мы попадаем в кухню. Здесь мы попадаем. Так, вот таким образом выглядит кухня. Островок. Он же барная стойка. Встроенный большой холодильник. Покажем, что здесь. Цветы и пиво. И пиво. И пиво. В домах, которые мы снимаем саб-зиро в холодильнике. Да, да, да. Это профессиональные холодильники, но используется и в домашних условиях. Смотри, встроена кофеварка. О, кофеварка встроенная. Так, по-моему, вот здесь вот у нас пантери, где хранить различные крупы и всякое разное. Смотри, какое интересное решение. Вокруг окна, да, вот построена еще такая полочка. То есть, в принципе, и окно можно увидеть. Да, продумано. Смотри, какая вообще мечта плита. Сколько комфорок? А, здесь еще добавляют. Здесь получается 4. Здесь для монгольского барбекю. А, классно. А, это, не знаю, может быть, кстати, это можно использовать для американского завтрака. Бывают жарят там яичницу, а вот это для монгольского барбекю. А, нет, слушай, это что-то другое. Гриль какой-то, да? Инфракрасный, да. Что-то, вау. А смотри, что, как продумано. Маленькая есть духовочка, да? Да, и побольше. И побольше. Или микроволновочка, то духовочка. Понятно. Интересно. Нет, микроволновка здесь находится. Так, посудомойка. А, так, мусор. А здесь посудомойка. Посудомойка, да. Не будем открывать. Хорошо, ну что, пройдем дальше. Здесь помещение тоже не совсем понятно, как его используют. То есть, по идее, смотрите, здесь кухня, да? И вроде бы здесь обеденная зона должна быть. Обеденная зона или можно, в принципе, но здесь не сделать хозяйскую как бы гостиную, потому что телевизор некуда повесить. Ну да. Ну, помещение. Пойдешь во двор к себе. Назовем это просто помещение. Очень красивое. Интересное. Слушай, давай сюда пойдем. А, мы что-то пропустили, конечно. Так, а здесь у нас фитнес-комната. Кстати, это одна еще из гостевых спален. Он просто сделал для себя, поставил оборудование, сделал мини-фитнес-комнату. Ну да, она действительно небольшая, но вообще-то это, скорее всего, тоже спальня, потому что вот есть гардеробная. И полноценная душевая ванная там имеется. Вот и все вышли сразу. Здесь нужно локтями бороться, чтобы пойти. Так что? Кладовочка. Кладовка большая. Здесь, кстати, управление системами дома тоже стоит. Тоже. Еще. Так, а мы проходим дальше. Excuse me. Получается, здесь у нас хозяйская гостиная. Да. Такая. Вот здесь телевизор. Но она очень небольшая. Здесь уже угловой диван не поставишь. Ну да. Смотри, там у него клюшки какие-то, да? Коллекционирует, видимо. Но тоже сюда пройти нельзя, соответственно. Много слишком желающих. Ну, честно говоря, для такого дома я бы сделала побольше. Побольше, да? Побольше гостиную, конечно. Угу. Ну, здесь можно открыть, как раз-таки из гостиной открыть двери. Да, давай пройдем сразу. Как бы во дворик выход. Здесь летняя кухня. Смотри, какая вытяжка огромная. Хорошая. Кухонка хорошая. Выход к этой кухне есть и из кухни домашней, и из гостиной. Под навесом, так сказать, что удобно. А вот он, сам бассейн. Бассейн на самом деле небольшой, но зато ж зона вокруг очень красивая. Наблюдаю здесь. Интересное решение, я такого еще не видела. Смотри, это водоотводчики с крыши. И вместо того, чтобы вести полностью водоотводчик вниз, посмотри, какую цепочку они повесили. Видимо, вода стекает по этой цепи. Классно, красиво она стекает. Они висят, я смотрю, по всему дому. В цепи, да? В цепи, да. Классно продумали. То есть, вместо трубы от крыши до земли, они сделали такое вот решение. Никогда не видела раньше. Вот еще. И все, вот уходит куда надо. Так, проходим дальше. Что у нас здесь? Посмотрите, какую интересную комнатку мы нашли. Здесь, скорее всего, у него собачки живут. Комнатка для собачек. Вот клеточки. Смотри, да, у них окошко даже. Окошко, да, куда они могут выйти. Он на ключик может закрыть. Вот, в общем-то, собачки. Холодильник для них специально. Я такие комнаты видела раньше в дорогих домах. Но для меня здесь не хватает, знаешь, чего? Опять-таки, какой-то раковины. Я видела такие же комнаты с мини-душевой. То есть, там поддон такой стоял, чтобы собаке можно было лапу помыть. Точно, да. Вот здесь этого не хватает. Нету, да. Видимо, здесь считают, что чисто. Где они гуляют. Здесь постирочная. Стиралка, сушилка. Вот эта дверь мы уже посмотрели. Она в кондиционер. Да, в кондиционер. Полочки. Все с доводчиками. Все в своем стиле. Кстати, фасады тоже, по-моему, разные в каждой комнате. Я так обратила внимание. И ручки. Здесь хозяйская спальня. Тоже ограждена, чтобы, не дай бог, никто не полежал. Так, обрати внимание на потолок. Интересный какой. Свочи-то потолок. Да, свочи-то и 3D такой. Достаточно большая. За кроватью смотри. Как будто бы кожей отделана. Мягкая такая. Здесь выход в ванную комнату из спальни. Да. Тут тоже две раковины по бокам. Вот одна. Вот вторая. Ванная. И сейчас покажем душевая. Вот она душевая. Hello. Достаточно просторная. Вот тут можно сесть, попариться. Посидеть. Ой. Ты смотри, может быть здесь правда сауна? Смотри, обрати внимание, что двери буквально, стекло буквально до потолка. Здесь можно делать стим. Да, да, да. Я что-то сказала. Когда включаешь горячую воду и потом уже заходишь, а здесь пар. Пар. Пар пар. В общем-то, сауна. Так, здесь один туалет. И с другой стороны я вижу тоже еще один туалет. Ух ты есть. Да, представляешь. Только надо аккуратненько. Прозрачные есть стекла. Не всегда видишь лбом, можно стукнуться. Вот это, конечно, минус. Вот интересно, да. Через стекло. Угу. Можно общаться из туалета в туалет. Так, комнатка такая для хранения всякого разного белья. Ну, это даже как гардеробная, но больше с полочками разными. Ну, что ж, в основном доме прошли помещение. Еще одна. А еще одна. Мужская и женская получается. Мы ее не заметили, да. То есть тут немножко одежды повесить, но также очень много разных полочек и шкафчиков. Все. Теперь посмотрим. В этом доме мы посмотрели все помещения. Нам придется выйти снова через главный вход. Казати, еще есть один домик у него. А давай здесь выйдем и пройдем. А, нельзя, нельзя. Мы здесь не сможем пройти, да. Да, там по газону не ходить. Посмотрите, как много людей. Сегодня суббота, поэтому так. Разбираем брошюрки. Ну, необычный дом, скажи. Необычный. Вообще, планировка необычная. Даже приблизительно. И вообще дизайн необычный. Да. Вроде бы снаружи среднеземноморский стиль, да, а внутри что-то такое современное. Они назвали это европейский современный стиль. У них написано было в описании. Так, проходим. Теперь еще и не выйти. Итак, продвигаемся. Через внутренний дворик. Здесь еще есть потайной домик. Гостевой. Проходим. Проходим. Гостевой домик. Здесь есть небольшая гостиная, кухонька, но кухня не функционирующая. Здесь нет холодильника, здесь нет плиты, здесь нет микроволновки. Это чисто как барная кухня. Микроволновку можно поставить. Но если, расскажи, если ты ставишь плиту, то больше налогов будешь платить, как за дом? Да, смотрите, здесь по закону, если вы ставите такой домик, и вы ставите любую плиту, газовую, электрическую, это уже будет считаться, как будто вы владеете двумя домами, и налог будет в два раза выше. Я знаю, и сами так делали, когда сдаешь инспектору для каунти, плиту лучше не показывать. Ее можно чем-то завуалировать, можно холодильник вместо нее поставить, все что угодно. Инспекцию прошли, можете делать, что хотите. Да, знаете, ради плиты в два раза дороже платить налог. Это еще надо поднять. Да, то есть очень многие вуалируют, или кто-то, например, ставит двухкомфорочную плиту, если они хотят, чтобы гости что-то там, яичницу утром пожарили. Просто можно поставить потом отдельную электрическую плитку, я такое тоже видела. Но если это будет полноценная плита, то нельзя. Это уже будет налог выше на недвижимость всю. Так, тут полноценная ванная с душевой. Плиточка красивая. О, кстати, мы где-то ее увидели уже в другом доме. Такая же точно плиточка. Это кварц. Ты имеешь в виду вот плиточка, которая на стене? Она популярная достаточно. Я знаю, что такой плиточки очень много используют массовые застройщики. Ну да. Типа Линар и доктор Хортон. Здесь дальше проходим. Кстати, тоже потолки, посмотрите, какие. Спальня. Спарринка гостевая. Полноценный гостевой домик. Да. Без функциональной кухни, так сказать. Но там можно, это можно все исправить. Как я сказала, плиту поставить, микроволновку. Детская, говорю, да. Это же отдельный гостевой домик. Это может быть для тинейджера, да? Например. Конечно. В ту дверь мы не смогли попасть. Тем более тинейджеры сами себе особо не готовят. Поэтому вот пиццу заказал и все. О, так открыли. Что там? Открылось. Здесь хозяйская такое помещение. Кондиционер стоит. Это можно сделать в пейнтри. А, смотри, что здесь. Вот-вот-вот. Здесь выход для стиральной. Да, для стиральной. То есть это вообще полноценный гостевой домик получается. Кстати, ты знаешь, я не вижу выход для сушильной машины. Здесь только стиральная. Для стиральной. А ты знаешь, что есть такие машинки, которые электрически растирают, все вместе делают. Ну, то есть, я думаю, что это посудомойка. Ее нельзя открывать. Здесь просто полочки. Понятно. Ну что ж, вроде все обошли. Давай мы, может быть, здесь мало народу сделаем. Здесь прощальные слова. Конечно. Друзья, мы были рады показать вам еще один интересный проект. Для меня это очень интересно. Я сама люблю парады домов или смотреть какие-то новые интересные дизайны от застройщиков. Это постоянно усовершенствуется. Где-то какие-то интересные интерьер-дизайн, где-то интересные планировки, где-то интересные инновации. Типа вот, как мы видели вчера, Tesla панели, да. Очень мне нравится за мной гулять по таким домам. И мы решили вам тоже это показать. Оставайтесь с нами на канале. Мы вам будем показывать много интересных проектов. Спасибо, что вы нас смотрите. Подписывайтесь. И обращайтесь, если у вас есть какой-то вопрос. Всего хорошего. Пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!